Угадать пол детей королевской семьи, поставить на победителя в интеллектуальных и творческих программах, которые идут по центральным телеканалам, все это можно сделать в одной из букмекерских контор на улице города. Что примечательно, менеджер заявил, что принимаются у них ставки только на спортивные события. И тем не менее, предугадать пол неродившихся детей все же можно. Букмекерских контор в Лязани много, расположены они как у дорог, так и во дворах. На некоторых вообще нет табличек. Внутри атмосфера скорее барная, нежели игровая, приглушенный свет, неоновое освещение и работающие компьютеры и телевизоры. Со 2 июня 2019 года это место может закрыться. Впрочем, как и все похожие. Причина этого – постановление правительства Российской Федерации 21 марта 2019 года, номер 298, под названием «О внесении изменений в положение о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах». Говоря простым языком, проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, расположенных не на игровых зонах, может осуществляться только там, где она не запрещена законом. Рязань – один из городов, где запрет существует. В настоящее время наша компания осуществляет деятельность, полностью законную деятельность на основании федеральной лицензии. Данная федеральная лицензия в настоящее время не отозвана, не закрыта, поэтому полностью является легитимой. По поводу дальнейших действий, то есть ведутся работы в этом направлении сейчас. Какая именно ведется работа, Евгений Зайков не ответил. Направил в юридический отдел фирмы. По словам специалистов, у подобных заведений вариант всего один – это переоформить лицензию. И только в случае наличия в ней адресов мест осуществления деятельности, расположенных на территории субъектов Российской Федерации, в которых деятельность по организации и проведению азартных игр запрещена в соответствии с федеральным законом. В новом постановлении Кабмин также ввел рискориентированный подход в лицензионный контроль. К значительной категории риска отнесут лицензиатов, которые принимают ставки на любые события. К средней – ставки на события в ходе спортивных соревнований. К умеренной – ставки на испытания лошадей на ипподроме с приемом интерактивных ставок. К низкой – такие же, только без интерактивных ставок. Федеральная налоговая служба России будет проводить плановые проверки лицензиатов первых трех категорий, соответственно, раз в 3, 5 и 7 лет. Лицензиатов низкого риска проверять не будут. В настоящий момент остается делать ставки – закроются букмекерские конторы или нет. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».